В понедельник на совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами обсуждалась очень важная тема – борьба с сахарным диабетом. Проблема серьёзная. По итогам прошлого года от этого заболевания в России скончались почти 50 тысяч человек. И с каждым годом цифра растёт. В борьбе с этим недугом главная – ранняя диагностика. Правительство выделяет на эти цели значительные средства. На выполнение таких задач выделим российским субъектом около 5,5 миллиардов рублей. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьёзным диагнозом, а также, конечно, на их оснащение современным оборудованием. Предусмотрены ресурсы на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удалённых территориях. Федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом действует с 2023 года. В больнице и поликлинике поставлено новое оборудование. В 87 регионах обследования прошли 3 миллиона человек. Благодаря поставленному оборудованию в рамках диспансеризации выявили впервые почти 16 тысяч случаев сахарного диабета. Кроме того, поддержаны и оснащены оборудованием 614 школ для пациентов с сахарным диабетом. И обучение навыкам жизни с этим заболеванием и правильному питанию прошли более 560 тысяч больных. К сожалению, становится всё больше детей и подростков, страдающих с сахарным диабетом. Об эпидемии сахарного диабета и о том, как его избежать. Елена Ерофеева. Мой организм, как этот автомобиль, уже не новый, но ещё на ходу. При должном уходе не один год побегает. Важно, что заливать в бензобак. Если залить сюда дизель, машина и с места не тронется. Диабет второго типа – это расплата за комфортную ленивую жизнь. Почти всё время за рулём, даже до ближайшего магазина. Без машины мы встаём на электросамокаты. Пандемия коронавируса, что вывела людей из офисов и рассадила по домам, только усилила эпидемию диабета. Многие до сих пор работают дистанционно. Проснулся, умылся, надел пиджак и ты уже на работе. В стремительно движущемся мире человек как будто обездвижен. Последний удар – быстрая доставка быстрой еды. Две котлеты, жирный соус, всё на булочке с кунжутом, открывают путь к диабету второго типа. После такого питательного обеда в кровь попадает много жира и сахара. Поджелудочная железа в ответ на еду начинает вырабатывать инсулин. Клетки открываются, чтобы впустить сахар и использовать его как энергию. Если человек переедает, поджелудочная забивается жиром и не может вырабатывать достаточно инсулина. Поэтому многие нуждаются в инъекциях для контроля уровня сахара в крови. 12 килограмм лишних. Это ещё надо поработать хорошо. Было? 145. Как вы себя при этом чувствовали? А никак. Это уже всё. Это не ходячий человек, который не ходит, не двигается. Ждёт, когда этот день закончится. Вот всё. 15 лет назад Светлане поставили сахарный диабет второго типа. Последний год на инсулине. Вес приближался к 150. Вот так она выглядела ещё совсем недавно. Проблемы с ногами, с сердцем. Врачи боялись озвучить прогноз. В Ставрополе от неё отказались. Слишком тяжёлый пациент. 8 лет назад случилась остановка сердца. В связи с этим был в срочном порядке установлен кардиостимулятор. Я до сих пор на нём. Я начала спасать ноги. У меня были трофические язвы на ногах. Мне дали ливены. В московском эндокринологическом центре Светлане сделали операцию по уменьшению желудка. Специальная диета, строгий контроль сахара и спорт. Теперь она не только бодро ходит, бегает. Эндокринолог отменил инсулин. Диабет в ремиссии. Второй тип диабета, по сути дела, это метаболическое заболевание, которое можно предотвратить. И на ранних этапах даже вылечить. Здесь основной причиной является несбалансированность того, что мы едим, тому, что мы тратим. Растущая эпидемия сахарного диабета. В мире насчитывается больше полумиллиарда человек, страдающих этой болезнью. В России официально 5,5 миллионов. Неофициально вдвое больше. Вот эта цифра, 7,20, говорит о том, что у 10-летнего ребенка диабет. Вот диабет и вот диабет. Сахарный диабет опасен своими осложнениями. На аппарате искусственной почки в листе ожидания на пересадку этот мужчину просит не показывать лицо. Его близкие не знают, что трижды в неделю он приезжает в Центр эндокринологии на гемодиализ. 35 лет живет с диабетом. Сахарный диабет это 48% по причине развития хронической болезни. Микроаневризмы в виде небольших мешочков – самые ранние признаки поражения сетчатки. С помощью фундус-камера офтальмолог может увидеть пятнистые очаги кровозлияния. Может развиться отслойка сетчатки и может это привести к слепоте. Приводит? Приводит. Если не вовремя диагностировать, не вовремя пролечить, то слепота, конечно, настанет. Сахарный диабет второго типа долгое время протекает бессимптомно. Разве что усталость беспокоит и тяжелая голова. Половина диабетиков не знает о том, что у них есть эта болезнь. Диабет сам по себе не болит. Болезненные осложнения. Инфаркты, инсульты, гангрены, слепота. И только тогда пациент обращается к врачу и уговаривает себя пообследоваться. В поселок Абон Красноярского края мобильная поликлиника приезжает впервые. Местный терапевт заранее отбирал тяжелых пациентов. Кому срочно нужно сделать УЗИ, пройти эндокринолога и кардиолога. В поселке их нет. До Красноярской краевой больницы 300 километров. Шесть часов езды на автобусе. Это для здорового человека очень сложно. А для больного, соответственно, это очень много. Эндокринолог принимает без перерыва. В Абоне на учете с сахарным диабетом больше 700 человек. Раз в год он приезжает, а может быть и вообще не приезжает, потому что далеко ехать, маломобильные пациенты. Бывает, да, все осложнения уже диабета есть. Дети редко болеют диабетом второго типа. Но предрасположенность формируется именно в юном возрасте. За последние 20 лет диагноз ожирение у подростков начали выявлять в 6 раз чаще. Неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Они часами сидят за компьютером, обрекая себя на встречу с диабетом. Ему 4-5 лет, он по 4-5 часов сидит и играет. Нагрузки безумные совершенно. А мозг берет только глюкозу. А поджелудочная слеза еще маленькая. Она не может выдать столько инсулина. Статистика известна, что больные вторым типом, это взрослые. Там 98% люди интеллектуального труда. В России растет заболеваемость и диабетом первого типа. Его называют детским. Можно лечить, но излечить невозможно. Поджелудочная железа не вырабатывает инсулин. Гормон, который помогает глюкозе проникнуть внутрь клеток, где она расщепляется и преобразуется в энергию. Без инсулина клетки органов и тканей голодают. Глюкоза остается в крови. Сахарный диабет первого типа, а детский диабет почти в 100% случаях именно такой. Это четкие симптомы. Это действительно много пьет, патологически много пьет. При хорошем аппетите худеет, тает на глазах. Анна замечала у сына эти симптомы. Егору тогда было 11 месяцев. Резко стал уходить вес. Он все время плакал. Синели губы, мешки под глазами. Подумать о том, что сахарный диабет никто не мог. Пока уже ребенок не впал в кому, был отек мозга, и уже сахар был 30. Он уже был в реанимации. Он не знает жизни без диабета, контроля сахара и уколов инсулина. Егор давно научился считать еду в хлебных единицах. Один кусок хлеба равен двум ложкам супа или одной шоколадной конфеты. Одна шоколадная конфета – это четыре карамельки. Что хотелось, а нельзя было. Конфет много, конечно же, хотелось сахар есть. Поэтому у меня была в мотивации всегда побольше бегать, чтобы получить конфету, что-то вкусное. Почему побольше бегать? Чтобы сахар упал и покушать что-нибудь сладенького. Он живет с диабетом 12 лет. Учится в обычной школе, занимается волейболом. Сейчас в центре реабилитации борется с осложнениями диабета. Из колотой до гнойных мешков пальца постепенно уходит в прошлое. Теперь детям доступны либры, которые вживляют под кожу. Они безболезненно передают показания сахара в крови на помпу. Этот маленький прибор сам контролирует уровень глюкозы и подает нужный объем инсулина. Раньше каждый день по 4-5 раз нужно колоть инсулин в себе самой вводить. Сейчас я с помпой, и она сама мне колет. Я ничего не делаю, ничего не меряю, не колю себе пальцы. В российской детской клинической больнице сейчас проходит испытание нового препарата, который может замедлить развитие сахарного диабета у детей. Полностью вылечить его невозможно. С 5 лет Лера сама подкалывала себе инсулин и продолжала заниматься танцами. Теперь увлеклась плаванием и боксом. Диабет тебе мешает жить или не мешает тоже? Уже нет. Год назад два мешало очень сильно. Я плакала почти всегда, потому что думала, ну как мне с этим жить, что будет дальше. Ну, потом я привыкла. До сих пор неизвестно, что запускает агрессию иммунной системы против своего же организма. Учёные полагают, что существует генетическая предрасположенность. Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» призван переломить ситуацию с этим заболеванием и остановить развитие тихой эпидемии. Елена Ерофеева, Инна Казанцева, Александр Усатенко, Елена Галеева, Евгений Кириленко, Сергей Величко, Никита Корнеев, Константин Родин. Вести недели.